Карты принимают. Банковские и единая транспортная. Оба способа оплаты безналом в общественном транспорте действуют. Хотя ранее компания ЕТК планировала приостановить прием банковских карт. Однако на днях это решение отложили. Зашел в троллейбус, оплатил, получил билет. Это подтверждение проезда. А за подтверждение оплаты, передачи денег, вам должны выдавать еще и чек. Это теперь обязательные условия для транспортных компаний. Новые поправки в федеральный закон вступили в силу с 1 июля. Выдавать одновременно и билет, и чек можно только с онлайн-касс. А весь транспорт Чебоксар сейчас оборудован офлайн-аппаратами. На переоборудование транспортникам дали год. Штрафы не будут накладываться до 1 июля 2020. Однако фактически, оплачивая проезд в городе, мы передаем деньги компании ЕТК. Транспортники лишь посредники. ООО ЕТК не является перевозчиком, соответственно, мораторий на нас не распространяется. Мы, конечно, запросили у различных органов власти запрос, но пока конкретно ответа мы не получили. Сначала ЕТК выдвинуло транспортникам ультиматум и планировало отключить оплату по банковским картам в общественном транспорте с 13 августа, предложив владельцам вложиться в облачные кассы. В том же билете, который выдаю сейчас, выдавать QR-код. Это позволит отчитываться, и этот документ будет являться банком срока отчетности. Но за эту услугу просят 0,5%, и здесь возникают вопросы у перевозчиков, и до конца этот вопрос не урегулирован. И руководители ЕТК ведут, на мой взгляд, тоже не совсем правильно, выставляют ультиматумы. По этой же причине нельзя было расплачиваться банковской картой на маршрутах Чебоксара-Новочебоксарск. Сейчас эту возможность вернули. Переговоры министерства, гороадминистрации и компании оператора привели к временному решению. Дождаться разъяснения от Минфин России, как будет действовать механизм реализации. А пока банковские карты принимают и будут принимать в маршрутках, автобусах и троллейбусах. Ирина Волкова, Павел Иритков, Республика.